Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Женя Гейн и сегодня я снимаю видео о моих фаворитах. Это действительно все эти средства, которые я люблю и очень часто использую в последние 3-5 месяцев, некоторые и дольше. Мне кажется, последний раз я снимала полгода назад о фаворитах. Я еще жила тогда на другой квартире. Скоро в Америке Рождество, но на Рождество у меня нет абсолютно никаких планов, потому что все, кого я знаю, все поразъезжались на Рождество. Кто-то полетел к себе в страну, кто-то полетел на острова. Очень многие мои знакомые здесь в Америке не отмечают Рождество, потому что это не их праздник. И в основном все сейчас делают акценты, готовятся к Новому году. На Новый год у меня уже есть планы, о которых вы узнаете попозже чуть-чуть. А что касается Рождества, то, скорее всего, мы никуда не поедем. Может быть, у меня есть одна задумка Саре сделать сюрприз, отвезти ее кое-куда. И тоже, кстати, вы об этом узнаете, если все получится, все будет окей. Я хотела напомнить вам, что идет продажа моих новогодних бьюти-боксов. Ссылку я на сайт, где продают мои бьюти-боксы по странам СНГ оставлю под этим видео. Поторопитесь! Начнем рассматривать мои фавориты. Вы знаете, по традиции сложившейся, я в своих фаворитах рассказываю о каком-нибудь фильме, сериале, книге. И в этом видео я расскажу и о книге, и о фильме, которые меня очень вдохновили в последнее время и придали сил. Иногда в нашей жизни случаются такие моменты, что нам плохо или мы не знаем, что с нами происходит. Почему в нашей жизни как-то не так, да, все? Почему у меня нет денег или почему у меня нет друзей, здоровья, красоты? И много вопросов разных у нас возникает в голове. Например, несколько месяцев назад я очень переживала по некоторым моментам. И вообще как бы в моей жизни все не очень так легко. В последние полгода, я бы так сказала, даже может быть и больше уже. И, конечно, я как мать-одиночка начинаю паниковать. Слава богу, да, у меня не было никаких панических атак здесь в Америке, хотя это так распространено. Очень много моих знакомых через это прошли. Это действительно правда. Если я раньше не воспринимала серьезную информацию, что такое панические атаки, мне казалось, что это у людей в голове. Ну, на самом деле, да, это у людей в голове. Но я видела, что происходит с девчонками и с людьми вообще. Это действительно страшно. Я верю, что у меня такого не должно быть. Потому что я уже здесь столько всего прошла. И столько всего у меня здесь было в Америке, что оно, если бы и было, то тогда, как раз таки, когда это все происходило, но уже не сейчас. Поэтому, слава богу, что сейчас все уже нормализовалось. Ну, не считая, конечно, банка, который до сих пор мне не вернул мои деньги. Я про это рассказывала в каком-то там видео. Но это, опять же, вопрос времени. Говорят, что после Нового года все это решится. И в такие моменты, когда вам очень плохо, я советую вам развиваться духовно, читать и слушать аудио. Книги, если вы читать не можете, хотя бы слушайте аудиокниги каких-нибудь наставников. Например, я вам хочу сейчас показать книгу, которая называется «Семь духовных законов успеха». И мне стало очень легко, и я ответила на многие вопросы, когда прочитала эту книгу. Здесь очень много классных примеров и цитат, благодаря которым вы по-другому начинаете смотреть на вашу жизненную ситуацию. Даже если у вас все совсем плохо и критично, я советую вам начать развиваться духовно. Копаться у себя в голове, не в окружающих, не искать причин в ком-то или в чем-то, а разбираться именно в самом себе. Потому что я лично считаю, что все наши проблемы идут от нас же самих. О том, что мы себе там накручиваем, что-то там представляем, какое-то кино строим и по какому-то сценарию в принципе пытаемся жить. Но на самом деле все совсем по-другому в этой жизни устроено. И я вам очень рекомендую развиваться духовно. И когда вы начнете духовно развиваться, вы увидите, как меняется ваша жизнь. Вы увидите, как у вас появляются деньги, откуда ни возьмись. Вот действительно, откуда ни возьмись, вам казалось бы, боже, где мне взять, мне там надо заплатить за это или за то, через неделю или там завтра. И вот поверьте, если вы будете правильно мыслить, правильные вещи делать, говорить и читать, не там, не негативить, а именно делать все классно, правильно, иметь такой, знаете, хороший контакт со Вселенной, у вас все будет появляться. У вас будут появляться и деньги, и нужные знакомства вам. И если вам негде жить, вам появится где жить. Или если вам нечего есть, у вас появится еда. Одежды нет, появится одежда. Вот откуда ни возьмись, вот я вам серьезно, девчонки, говорю. У меня столько примеров, что именно со мной какие чудеса произошли за последние полгода. Это, ну, это просто невероятно. Мне кажется, мне нужно даже про это снять отдельное видео. И я очень сильно верю в силу мысли, в духовное развитие и так далее. Советую почитать. Она очень тоненькая и вообще, ну, посмотрите, 10 минут чтения. Можно аудиокнигу прослушать, она в интернете тоже есть. Фильм, который меня вдохновил, я думаю, что многие со мной согласятся, «Богемская рапсодия». С первой минуты меня этот фильм вдохновлял. Вот как только я начала его смотреть, каждый дубль, каждый кадр, знаете, он вдохновляющий. Для меня лично все в этом фильме было вдохновляющим. Вся его нелегкая, да, такая дорожка. Актер, который сыграл его. Все действия, его любовь всей его жизни. Первая, потом второй мужчина, да. Все это настолько меня вдохновило, его путь к славе, его болезнь и вообще все, что с ним происходило. Это потрясающий фильм. После этого фильма мне захотелось поднять высоко голову, так же, как он в этом фильме. Он же все время был вот такой, да, он всегда вот так вот ходил с высоко поднятой головой. На позитиве, полнейшем. И что бы ему ни говорили про его зубы, про его внешность, про его странную одежду, которую он носит, ему было пофиг. Но, несмотря на все это, он продолжал быть собой. Слушал только себя. Делал то, что считает нужным. И это привело его к колоссальному успеху. После этого фильма, я говорю, я хотела вот так выйти с поднятой головой. Я действительно так вышла. Я и ходила так долго. А потом я еще пересматривала этот фильм, чтобы еще раз вот так вот себя вдохновить, чтобы опять вот так вот ходить. И я так и ходила, девчонки и мальчишки. Супер мотивационный фильм. Всем советую посмотреть. А теперь буду показывать средства, которыми я пользуюсь. Для полоскания полости рта. Мне о нем рассказала моя подруга здесь, в Америке, которая когда-то, как она узнала об этом средстве, она смотрела передачу с Дональдом Трампом лет 10 назад. И он обсуждал там с кем-то про этот ополаскиватель рта. Подружка мне рассказывала про это средство, что она обычно, если летала куда-нибудь там со своим молодым человеком, она брала с собой там в самолет или там в отель, да там они когда уже ночевали, она перед сном полоскала рот, просыпалась и на утро не было вот этого запаха изо рта. Или в самолете, когда вы долго летите, там покушал, пошел в комнату, быстро всполоснул, и вы не пахнете ничем 24 часа. Но я все-таки сомневаюсь, что 24 часа я пробовала, я думаю, меньше. Но насчет утра все работает. Принцип такой, что здесь два отдела. Две разные жидкости. И когда вы наливаете в колпачок, эти два продукта смешиваются между собой. 30 секунд вам нужно пополоскать рот, и потом выплюнуть, и полчаса ничего не есть. И вы чувствуете, что действительно у вас вообще ничем не пахнет вообще. Очень классный продукт. Я не пробовала после там чеснока или после, например, алкоголя, да, как оно работает. Продается, кстати, это средство на Амазоне. И на Амазоне в более удобной упаковке там есть прям по одноразовым таким пачечкам продают наборчик. И давайте продолжим тему гигиены полостиртам. Мне очень нравится вот эта паста от Крест. Они бывают разные, но мне нравится именно вот эта. Потому что есть такие пасты, после которых на утро, когда вы вечером почистите зубы, у вас кожа собирается вообще вот так вот везде. И вы утром просыпаетесь, у вас она как будто сварилась. И прям вы с губ снимаете куски, какие-то хлопья, кожи вареные. Непонятно вообще, что это было. У вас было такое? Вот это, заметьте, это от пасты зубной. Вот после этой пасты такого не происходит. Еще у нее хороший отбеливающий эффект. Мне это очень нравится. И, конечно, я в последнее время предпочитаю только электрические щетки. Ничто не сравнится с электрическими щетками. Я иногда просто не беру ее с собой, если еду к Юле ночевать. Беру с собой простую щетку. Боже, насколько огромная разница, колоссальная. Между простой щеткой и электрической советую всем приобретать уже электрические, переходить. Потому что они очень круто очищают зубы. Очень. Не сравнить ни с какой обычной щеткой. Еще хотела вам давно показать вот этот продукт. Это спрей на подушку. Когда вы собираетесь ложиться спать, вы приготавливаете вашу постель, выбиваете подушки, одеяло и наносите этот спрей на подушки. Потом ложитесь. Это такой кайф. Как будто вы в спа-салоне. У меня Сара очень любит этот аромат. Она даже просит, мам, побрызгай мне подушку. Потому что здесь натуральный состав, травы. И вы расслабляетесь. Это настолько... Вы как будто падаете в лавандовое поле. И так приятно и свежо. И ваш запах постели меняется. К нему такой вот идет гель для душа перед сном, который тоже успокаивает, снимает стресс. Здесь у меня начал выцветать татуаж. Ну, то есть он уже как бы выходит у меня из организма. Я делала его перед отъездом сюда. Ну, где-то полтора года назад, я думаю. Может быть, даже меньше чуть-чуть. И он уже начинает у меня выцветать. И вот. И я подкрашиваю брови вот этим продуктом от Maybelline, который покупала год назад. Вот год назад он у меня появился. И у меня, кстати, их три было. Один Наташа я подарила. И два осталось. Я до сих пор пользуюсь. Если я вижу, что у меня брови совсем плохие, я просто наношу и хожу три стабильных дня. Ну, может быть, даже пять дней я могу ходить, если не буду там особо масок никаких делать на лицо. Лето сейчас закончилось. Солнца нет. На пляже я не езжу. Но загар все равно хочется, чтобы был. Особенно на ногах, на катой точке. И я пользуюсь автозагаром. Loving 10. Он мне нравится. Вот этой перчаткой наношу. И целую неделю. Вот, в принципе, видно сейчас на видео. Это все автозагар. Я хожу коричневая. И все мне говорят. О, у тебя такой классный загар. И говорю, это фейковый. И они такие все ржут. Типа, во Флориде фейковый загар. Ха-ха-ха. Девчонки, я очень хотела показать вам маски с улитками, которые мы с подружками заказываем на Амазоне. Нам приходит вот такой набор из 20 вот таких масок за копейки. Просто за копейки. И они настолько классные. Я лежу в ней полчаса. И у меня лицо просто разглаживается, наполняется влагой. Настолько становится крутое лицо, что вообще можно утром вот проснулись, сделали. И целый день у вас будет классная кожа. Или на ночь. Даже можно в ней спать лить. Хотела вам показать очень крутое средство. Я уже его почти добила. Это фильтр для пор от NYX. Разглаживает лицо, поры. Если у вас комбинированная жирная кожа, то я вам просто советую попробовать. Потому что это недорого. Классная база по тональную основу. Супер гладенькое лицо. И матовая тональная основа моя новая от IFRESHE. Она шикарная. Очень-очень вам советую ее для жирной и комбинированной кожи. Вообще супер продукт. Расческу я вам уже показывала. Это японская расческа. И вторую расческу показывала в предыдущем видео с сайта iHerb. Которая тоже очень крутая. Вот двумя расческами я пользуюсь. Этой и с iHerb другой. Но я ссылки могу на них оставить под этим видео. Больше никакого тенгл тизера. Все. Тенгл тизер не работает. Только эти расчесочки на моих волосах. Ароматы. Давайте. Что касается ароматов. Последнее время. А вот это два моих любимых аромата. Этот аромат от Atar. Queen of Sheba. Но он божественный. Для любителей восточных. Таких мускусных. Сладко-кислых ароматов. Не то, что кислых. Сладко-свежих. Вот как-то вот так. Не то, чтобы слишком сладкий. Он восточный. Он переплетается между собой. Мускус. И вот как бы и роза здесь. И что-то еще. Очень приятный. Дорогой. А флакон какой красивый. Прямо потрясающий аромат. Вот он чисто вечерний. Чисто нарядный. Красивый. С красивым шлейфом. Восточный богатый мужчина. Аромат шикарный. И второй аромат. Это день. Это интим. Это сексуальность. Вуаль легкая. Это молекула. Номер один. По-моему. Да, у меня здесь. Да, это номер один. У меня молекула. Ой, сколько я комплиментов наслышалась уже от этого аромата. Я даже его на вечер иногда использую. И насколько он красиво раскрывается на теле. И на каждом индивидуально. И вообще какой он прекрасный, неповторимый. И унисекс, и вообще все дела. И если вы не любите яркие ароматы, вообще вот просто вас все вырубают. И вы не знаете, какой же вам выбрать все-таки, чтобы и нравился вам, и нравился окружающим. Советую попробовать молекулу номер один. Он настолько ненавязчивый, легкий и не докопаешься. Прям, знаете, вот идеальный аромат. Вам, наверное, интересно, что же за парик у меня на голове и зачем я его надела. Я просто попробовать решила. Мне написала компания в инстаграме американская с париками вот такими. Типа, хотите поработать с нами? Ну, возьмите, то есть у нас парик. Я такая, ну, давайте. Такого цвета именно выбрала. Там были естественные, конечно же, блондинки-брюнетки. Но все это у меня уже было. Ну, то есть я то блондинка, то брюнетка. Мне это неинтересно. А вот такого цвета у меня еще не было, в принципе. Я думаю, дай-ка я возьму. Это искусственные волосы. Но смотрятся они класс. Только за это. Я сколько себя помню, я была всегда вот такой вот. Вот такой. То леопардовые у меня были шляпы. В школе еще. У меня в девятом классе, в восьмом даже. У меня была леопардовая шляпа. И мне все говорили, Женя, я надевала красные облегающие штаны. У меня были. Еще какую-то кофту, какую, знаете. И у меня была комбойская леопардовая большая шляпа. Я носила ее. И никто такое не надевал. А мне это нравилось. Мне нравилось просто нравилось. Почему бы и нет? Так что желаю всем быть самим собой. Не меняться. Меняться только в лучшую сторону. Развиваться духовно. А если вам нравится самовыражаться, то не стесняйтесь этого. Самовыражайтесь. С наступающим Новым Годом. Всех вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok